рад видеть вас на моем канале снова и у нас очередной конверт из american track simulator и это western star 4900 у меня уже был обзор western star это было модель 4800 по ссылочке вверху в правом углу вы можете перейти и посмотреть обзорчик того мода он тоже попал в мой топ но там по моему версия была для 1.36 игры сейчас же у нас обновленный под 1.38 western star 4900 видим что у него свой салончик western star это очень хорошо и давайте посмотрим что у нас по нашей конфигурации давайте рассмотрим модельку очень похож на модели international international там у них и подобная маркировка модели 4 700 я делал обзор очень схожая форма кабинки у нас очень детализированная кабина детальки все хорошие ничего пока что в упрек не могу сказать классно выглядит даже в стоке без никакого тюнинга уже видим что у нас установлены уже хорны здесь вот так воздухозаборник красивый с логотипа western star и давайте перейдем кабинам кабина у нас сожалению только одна и как видим она без палочки так мы будем смотреть с кабины и особенно в игре нужно смотреть видно ли наше шоссе хотя шоссе довольно таки короткой что у нас по шоссе по шоссе у нас четыре варианта 6 на 4 2 варианта видим что у нас разные бачки давайте посмотрим меняются ли они до на 150 галлонов и на 200 и действительно физически он увеличится это очень классно хотя шоссе остается такой же длины так и 6 на 2 то же самое ничего абсолютно не меняется тоже то есть ставим 6 на 4 с 200 галлонной чтобы побольше было так переходим теперь к двигателям двигатель нас detroit 16 600 установлен максимальный на 605 ну немножечко мощнее смотрим что у нас по трансмиссиям стоки у нас 12 передач можно ставить 13 и 18 есть варианты и минимальная это на 6 передач ну как больше понравится теперь переходим к интерьеру интерьер сразу вам скажу меня подкупил прямо с лету кстати в окно не видно видим что у нас в окне какое-то затемнение возможно это сделали чтобы не видно было что у нас пропало шоссе ну интересный такой эффект я такой еще не встречал обратите внимание насколько хороши материалы там интерьере здесь ставочка из дерева очень красивая такая именно сделана не лоснящиеся именно такое поддержанное дерево и руль вообще текстура руля вообще просто офигенская переходим к покраскам итак у нас есть много перед установленных цветов давайте посмотрим белый кстати ему очень хорошо идет так что если скин не какой-то не зайдет то я оставлю белым оранжевый тоже неплохо смотрится с вестерн старом я когда тестировал предыдущий 4800 я вообще салатовый цвет сделал если найду покажу вам скриншот очень классный скриншот себе даже на обои поставил так давайте посмотрим что у нас далее по скинам вот смотрите красивые очень скины к стимовский этот ну даже обычный такой скин из нескольких цветов тоже выглядит мне замечательно я думаю что каждый себе мой вкус выберет вот смотрите с огнем вообще классно выглядит из кино в довольно таки много я вам скажу этот вообще классный посмотрите здесь типа военный такой милитари стайл с основная заливка зеленый такой военный цвет и сквозь него пробивается пиксельный такой color очень классно смотрится тут у нас коровья кожа шкура кожа сказал так ура ну как раз если прицепить цепчик скачать мод на прицепчике которые перевозят коровью возить коров будет вообще классно такие кого ковбойская тематика с флагами у нас есть и wings такие крылья орла ну не знаю очень много классных слов и каждый хочется менить каждый хочется попробовать пока что мод мне залетает на ура так ну блин конечно же я выберу вот этот скин более всего он мне понравился так переходим теперь к внешнему тюнингу потому что мы сильно много времени потратили на покраску смотрим что у нас табличка оверсайз лот хорошо становится три вида бампера я не знаю это пластиковый или просто в черный окрашен но выглядит замечательно кстати он больше под скин нам подходит чем чем хромированный хромированный прямой хромированный с такими углами кстати могли прямой еще черный сделать ну я выберу черный он мне больше понравился по решеточки у нас два варианта решетка вообще очень мега детализирована это конечно может повлиять на фпс мег антем по моему ли где или в вольво где-то я видел что там тоже такая решеточка очень детализирована и реально это влияло на фпс так эксклюзив ну вот такой эксклюзив не знаю обе решетки классно смотрятся ну давайте эксклюзив пасмур поставим так что у нас по нашим паркам ничего менять нельзя я не знаю здесь такой наверно контур ближе я уже не могу по ну-ка пошагать немножечко да можно ближе шагающей камеры двинца да тут наверное еще и подогрев у нас чтобы у нас чтобы у нас наши парки не замерзали смотрим дальше так шаг шаги я выключу флажки это для тех кто большие грузы будет возить так идем дальше главное не упустить никакие точки спереди по моему уже ничего нету что у нас по табличкам таблички тоже ставятся ну давайте джей напишем смотрим как . будет лежать лежит нормально так следующее по санвизором у нас тоже есть выбор эксклюзив шилд ну не знаю чем он эксклюзивный он от хромового отличается только под крах покраской в скин ну посмотрим стандарт шилд давайте посмотрим чем они отличаются но отличается только тем что у нас держатели вот этого санвизора козырька нашего просто в черный красится ну как будет небольшой козырек кстати а стандарт lights просто light и видим что убирается санвизор полностью и ставится просто чуточки света тоже неплохо выглядит ну санвизор небольшой так что его оставлю он мне не мешает так точки освещения ну не знаю у нас уже хорны стоят можно еще по по точке освещения поставить ну не знаю просто для разнообразия их итак на санвизоре достаточно хорн адаптер можно убрать но других хорном мы не можем поставить то есть или так или без хорна пускай будут хорны прикольные они еще значит с логотипом western star не вижу в этом ничего плохого двойные у нас мигалки два два положения их можно проверить даже давайте все мигает все светится выглядит офигенно ну я я уже готов отдать деньги за этот western star очень круто смотрится так выключаем свет хватит баловаться так здесь у нас флажок что у нас на крыле на крыле стандарт стоит это у нас поворотники так понял да у нас поворотничек сверху и можно окрасывать в хром или же в черный цвет черный цвет лучше потому что у нас бампер такой мы видели пуш по дефолту стоял черный но бампер хромированный нужно было наоборот чтобы хромированной той топ так по шинам и по дискам мы видим что у нас никакого различия нету стандарт пэйнт так и райдер пэйнт давайте посмотрим какие варианты хочется как-то приукрасить наш штрак и сторон игру eastern eagle это по моему как раз international и назывался eastern eagle 4700 вот тот что грузовичок что очень похожий на него так ну давайте оранжевый попробуем поставить попробуем поставить цвет копировать цвет и давайте на всех машинах так поставим мистер нигл если ревен революшн тоже мне очень нравится ну блин сзади истер нигл не ставится же я пропустил арт стандарт стандарт консильвер ну давайте вот такой только его ставить я уже забыл все помню стандарт люкс пэйнт стандарт люкс пэйнт все я уже я уже умудрился убрать цвет ну редко я крашу крашу наши блин поубирал все цвета теперь нужно возвращаться сюда добавляем цвет ставим цвет все теперь уже разобрался теперь у нас более-менее позже вскину нас наши крышечки так смотрим дальше то есть диски так следующее что у нас chrome сильно не отличается у нас покрашка это я не знаю тулбокс или что это же не баг считается так давайте искать другие точки бы ничего не пропустить так ручка точно меняется можно ее про можно в черный давайте в черный чтобы водителю было легче найти так зеркала зеркала черные с хромированными такими вставками черные с вставками под под цвет ну давайте под цвет потому что черное мне что-то не очень нравится так летаем летаем ищем еще точки которые я пропустил вот эта . это у нас брызговички давайте посмотрим это не брызговички это у нас фендеры пейнтед но не как-то пейнтед какой-то цвет не очень похожий смотрите какой у нас цвет скина еще и над western star боюсь как бы она в этот наш трейлер не не загружалась не знаю что это такое непонятное что-то брать можно вообще нет на всех вариантах вот эти штуки стоят ну давайте черных черными их оставим так и последняя точка у нас осталась здесь это брызговики белые считаю непрактичные пускай будут черные так черные western star могли бы кстати еще вести брызговички в цвет нашего скина тогда было вообще классно и так мы в интерьере слишком близко посажена камера конечно считаю токио нам отдалиться нельзя видим что по рулям вариантов нету на этот руль меня просто обворожил классно смотрится но если было бы еще с такими вот деревянными вставочками вот здесь например здесь и снизу было бы вообще а то что по по нашим аксессуаром видим что можно аксессуары сисловский ставить все с этим хорошо давайте проверим вот этот вот черный как раз сюда подходит интерьер у нас к сожалению один смотрим что по зеркалам по зеркалам мы уже разобрались меняется только внешка здесь у нас санвизор можно менять видим что он нам ничего не закрывает это хорошо стандартные висел очки не более того здесь вешаются и обратите внимание что точки сисла мы здесь не наблюдаем табличка табличка это нам ничем не мешает по gps кстати здесь довольно таки большой посажен близко я уже переживал что нельзя его здесь ставить но он здесь есть и вот здесь у нас бортовой компьютер будет так на сиденье тоже нельзя никого сажать вот эту штучку нужно в игре посмотреть ну у меня такое впечатление что это автор замаскировал то что не видно нашего нашего шасси но это не точно так зеркала paint черная ну давайте paint зеркало обязательно подставим чтобы нам было видно что у нас под грузовиком так хромированная так это зеркала все больше точек нет ну довольно таки скромненько по кастомизации интерьера считайте что мы только повесили вот эту стандартную виселку и все больше ничего мы а ну еще на руль аксессуары все больше ничего нету но я вам скажу она и в дефолте выглядит просто офигенский давайте посмотрим как это все выглядит и игре прицепим конечно же цепчик поехали итак мы в нашем грузовичке давайте раз осмотримся в начале вот такая вот и вот это затемнение оно так и осталось в игре но прицеп мы естественно видим ну не знаю скорее всего то что я говорил что не видно наше шасси и автор так вот прикрыл его ну смотрите детализация текстурочек вообще офигенское все очень круто все очень классно давайте поспешим давайте включим двигатель послушаем звук вот такой звук включения первое что мне бросается в глаза смотрите что у нас немножко перекрыт бортовой компьютер давайте попробуем подрегулировать наше положение вот так кстати лучше мы видим уже зеркало давайте регулировать руль можно регулировать но в первую очередь я хочу видеть зеркало и видим что его красно видно можно и опуститься и вверх подняться руль нужно опускать сто процентов давайте его вот так вот ну все теперь вся приборка видна еще немножечко так вот ну давайте проверим этот вид все классно видно видно зеркало видно наш портовой компьютер портовой компьютер конечно мелковат нужно приближать давайте пощелкаем что у нас здесь есть много информации скорость можно вывести для лучшей информативности видим что у нас показатели по маслу есть все есть тут level good что за суд не знаю так range trip километры ну давайте скорость здесь оставим заодно посмотрим что это как кстати еще и передача показывается неплохо зеркало нормально видно все можно немножко даже подкорректировать если хотите ну довольно таки неплохой обзор зеркало слева тоже хорошо видно ну нужно вот так вот держать наверное голову чтобы все было видно немножко конечно узковат у нас встает обзор ну в принципе нормально пробуем поворотники ну звук так себе но он свой он есть есть анимация как мы видим отлично сигнальчик проверяем такой затяжной сигнал вы раз однократно нажимаете он такой продолжительный прикольный так следующее что мы проверяем это по традиции мы включим дождик и проверим как он себя ведет в дождь так плохая погода поехали капли появляются капли сзади есть да есть у нас сзади капельки все отлично в салон не попадают давайте смотреть как у нас работает дворник так дворник что правый что левый стирают это очень хорошо есть ли у нас анимация переключения дворников есть сейчас я вам приближу чтобы вам видно было три позиции работы дворника очень классно так ну что переходим теперь на внешку так смотрим как у нас кабели сцепились все нормально посадка нормальная так эти финди клюшки на фендерах колесных не врезаются в трейлер стандартный как минимум блин еще и поезд поехал так смотрим что у нас по нашим дворникам идеально работают дворники не залазится стекло не под стекло все хорошо поскольку мы снаружи давайте сразу ночь включим и посмотрим что у нас с дождем в поезд с фарами фары светят ярко освещение и иллюминация хороша дальние все окей дворники можно уже останавливать поворотники смотрим смотрите у нас поворотники дублируются дважды сбоку даже на этом воздухозаборнике тоже дубль поворотников есть сзади поворотники тоже видны возвращаемся в кабину потому что шумновато конечно там у нас поезда ездят неудачную локацию выбрал давайте посмотрим что у нас при включении света блин надо в какое-то темное место наверное встать чтобы оценить освещение в салоне так нашел я самое темное место на этой локации давайте посмотрим при выключенном свете видим что у нас светится наш портовой компьютер и наш gps и также еще есть часики внутриигровые ну давайте включим подсветку видим что подсветка кнопок у нас оранжевого цвета подсветка наших датчиков белого цвета в принципе освещение вполне себе нормальное дальний тоже очень даже яркий посмотрим что на о происходит на о у нас включаются мигалки кстати надо было их убрать так возвращаемся назад отдельной подсветки выделенные я в нем не нашел давайте включим день и немножко проедемся я надеюсь что я смогу отсюда выехать потому что я стал в такое место что не уверен что оно предназначено вообще для для путешествий поехали так столбик объезжаю пропускаем машинку но тоже так не уверенно может меня ну куда ты стал только я собрался ехать он перестал меня пропускать так в принципе можно вот на загрузочку поехать поворачиваем а вправо нельзя нельзя надо выехать вначале отсюда потом уже направо так фонарь чуть не сбил нормально так здесь останавливаемся и пока что покрутим камеру наш грузовик отлично смотрится вообще шикарно так едем направо до ближайшей разгрузочки так нам нужна левая полоса так 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 нам нужна левая полоса там на светофоры не везет нынче так и сразу налево сигналил немножко для теста конечно же а марина едем к Марине отлично может какую-то поменяем наш трейлер на какую-то яхту так я не знаю тут можно вот сюда заезжать или нет здесь грузятся яхты выберем себе нормальную яхточку присмотрим и отправимся в круиз так ну все я здесь останавливаюсь больше не буду петлять где-нибудь давайте время еще раз подправим светлее не стало обратите внимание что довольно таки чистый лог здесь только какая-то по трафику но это к нашему грузовику не имеет отношения лог чистый то есть мод в плане ошибок довольно таки неплохой кстати парковочный я не поставил давайте послушаем звук видим что анимация парковочного есть так трейлер так мы отцепили трейлер сейчас я немножко отъеду нам же все-таки надо яхту эту забрать я отъехал чтобы посмотреть что у нас в шасси ну видим по прежнему шасси не видно я думаю что его и нету в окне ну хорошо давайте подводить уже итоги по нашему моду знаете только положительные впечатления данного мода в первую очередь мне нравится приятный довольно таки интерьер как он и должен быть в американских тягачах они просто этим покоряют капот мы практически не видим он такой скосый это тоже многим понравится такой же как и в caterpillar например хорошая отделка приборки очень скудно конечно по тюнингу интерьера здесь у нас только аксессуары для руля и стандартные виселки больше ничего нету gps здесь не нужен потому что gps стоковый все нам нормально показывает что касается бортового компьютера ну 50 на 50 он и неплохой и не самый топовый так можно сказать хочется конечно чтобы был пассажир еще было бы классно и аксессуары сисела не хватает не хватает сисела на окно и на наше сиденье тогда бы было все топовым и надеюсь что в будущем автор будет менять вот эти обивочки обивочки вот это деревянное мне очень хорошо заходит но хотелось бы другие варианты потому что вы знаете на вкус может кому-то не понравится мне например очень нравится я бы ее не менял но другим людям захочется какой-то карбон поставить какое-то другое красное дерево например сюда в американской американских тягачах это довольно таки часто встречается глушим мотор вот такой вот звук глушения мотора у нас и переходим на внешку знаете внешка даже не знаю что мне больше нравится внешка этого грузовика или же интерьер и то и то сделано достаточно качественно по внешке мне понравилось что давно я так не видел много скинов скины довольно таки качественные они хорошие и здесь они хорошо заходят вестерн старн везде логотипы это W очень понравилось кстати понравилась вот эта фишка с поворотниками поворотники на воздуховодах то есть этот конверт из American Truck симулятор очень зайдет многим даже не любителям американских тягачей я думаю он зайдет потому что он хорошо сбалансирован хорошо ездит хорошие звуки также я не нашел как включить освещение в салоне его наверное тоже не хватает чтобы в салоне можно было выбирать там свой цвет допустим вот такой вот грузовичок конверт из American Truck симулятора я думаю что 8 из 10 он 100% заслужит я думаю что еще есть конечно на чем работать нужно добавлять сисел аксессуары это первое первое мое замечание второе я думаю что можно было даже и капотные зеркала поставить на наши крылья может быть они их хорошо бы зашли но в принципе внешний тюнинг не подошел диски тоже было бы классно по-моему Western Stars я видел где-то диски если их добавить в этот мод они абсолютно не помешают в целом мне мод понравился спасибо что посмотрели мой обзор ожидаю от вас подписку и лайк всем пока до конца